Сегодня хотелось бы поговорить о проблеме чуда. Многие ученые-материалисты утверждают, что чудо противоречит закону природы и отвергают саму возможность чуда. Явление, которое наука не может еще объяснить в настоящее время, непременно объяснит научно впоследствии. Но проблема чуда заключается не в этом. В религии чудо — это явление, которое не только необъяснимо в настоящее время, но и вообще никогда не может быть объяснимо только с научной точки зрения. Критические настроения на материалисты утверждают, что одними только законами природы может быть объяснено всякое явление природы. Это неверно, так как одними законами природы нельзя объяснить самих законов природы и существования мира. Нет и не может быть никаких логических препятствий к вере в то, что причиной мира и его законов является Бог, сотворивший мир и законы природы. Давайте разберем следующее высказывание. Чудо противоречит законам природы. Слово противоречит здесь неуместно. Предположим, что на Земле существует все, кроме человека и его сознания. Может ли в таком мире появиться паровоз? Конечно, это невозможно. Но почему? Ведь все составные части паровоза имеются в мире. Сталь, медь, железо, дерево, вода и т.д. Возможно ли, что спустя миллионы лет благодаря случайности движения частиц сам собой возникнет паровоз? Нет? Действительно, для того, чтобы появился паровоз, необходимо сознать сознание, проектировавшего и сделавшего его человека. Без сознания паровоз есть чудо, хотя все необходимые элементы имеются в природе. Если законы природы не могли создать паровоз, то тем более они не могут создать более сложное явление – сознание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!